Друзья, приветствую всех на канале Садовый Гид! С вами я, Лариса Зарубина, и сегодня мой ролик посвящен почвосмесям. Мы готовимся к красотному периоду, будем с вами анализировать почвосмеси, обогащать, проверять на кислотность. В общем, все-все-все тонкости постараюсь сегодня в ролике осветить. Но прежде чем начать ролик, я хочу сделать немножко вам маленькое объявление. Мы приближаемся к очень красивой цифре 200 тысяч подписчиков. И в связи с этим чудесным событием у нас будет розыгрыш призов. Призов будет нетрадиционно, как мы привыкли, 3, а их будет 5 призов. Спонсором данного розыгрыша выступила очень крупная компания, и поэтому призы у нас будут ну очень хорошие. Поэтому чем быстрее вы подпишетесь, тем быстрее наступит праздник. Но первый праздник, первый подарок, первый, как говорится, уже подарок для вас готов уже сегодня. После того, как вышел ролик про лампы и про цветы, вы, дорогие мои, мне писали, фактически, ну каждый третий человек мне писал, Лариса, где купить, где купить, в каком интернет-магазине. Я вела переговоры, и интернет-магазин «Семь семян» любезно, именно только для нашего канала «Садовый гид» предоставил, друзья мои, 10-процентную скидку. Вы все товары, которые вам необходимы для сада, огорода, все можете купить там. Как это сделать? Вот сегодня под роликом, после того, как выйдет ролик, в описании и в комментариях будет одна и та же ссылка находиться. Вот по этой ссылке вы переходите, именно по этой ссылке, еще раз делаю акцент, переходите в интернет-магазин «Семь семян» и начинаете оформлять заказ. Но прежде чем вы начали оформлять заказ, оформили, и на начальном этапе у вас там будет такое окошечко специальное, ввести пром-код, вот туда вы вписываете «Садовый гид», и тогда вы получаете 10-процентную скидку. Ну согласитесь, для нас, садоводов, 10%! Ну это очень хорошая сумма. Кстати, в этом интернет-магазине есть фактически все. И все, что вот будет показано в роликах, все дополняющие компоненты, которые вот здесь сегодня будут участвовать, они все есть в этом интернет-магазине. И все уже можете купить с 10-процентной скидкой. Вы представляете? Честно говоря, я очень рада, потому что, ну, денег много никогда не бывает. Так, все. Все. Если вдруг у вас при оформлении заказа возникают какие-то сложности, на канале «Семь семян», в интернет-магазине «Семь семян» есть видеоинструкция, которая поможет прям-таки поэтапно, правильно и быстренько оформить заказ. Но уж если и это не получится, там всегда есть человек, который всегда правильно вам подскажет, как это все красиво и быстро сделать. Все. У меня все. Не забывайте, именно ссылка, которая находится у нас сейчас в комментариях. Вот по ней переходите в интернет-магазин. Ну, теперь переходим к самому ролику. Если вы садовод и огородник, который только сам будет, решил для себя составлять только сам грунт, помните, я вам еще в осенний период, когда мы подготавливали сад к зимовке, я вам говорила о том, что самое время подготовить почвосмеси различные в разных емкостях, поставить где-то в сарай. Вот сейчас самое время, даже можно было чуть раньше, начинать уже обрабатывать грунт. Как обрабатывать? Средние полоса. Несмотря на теплую зиму, вы доставайте ваши мешочки, доставайте ваши ведра с землей, ставьте их на промораживание. Да, сейчас в этом году зима не очень морозная, но тем не менее, ночные температуры все равно минусовые. Пусть несколько дней земля проморозится на этих незначительных минусах. Дальше через дней 4-5 заносите домой, пусть она простоит теплее. Все семена сорных растений, которые попали в эту почву смесь, прорастут. Тем самым вы убьете двух зайцев. Все семена прорастут, затем мы снова выставляем на холод, и они сразу же гибнут. Желательно такую процедуру проделать несколько раз. Но поверьте, это вас не обезопасит от грибковых заболеваний на все 100%. Поэтому свою землю, которую вы составляете сами, обязательно еще нужно будет пролить. Чем пролить? Сейчас я общий расскажу про покупную и свою. И расскажу про препараты, которые лежат у меня на столе. И мы будем проливать грунт. Так, это по своей почвы смеси. Как составлять почву смесь? Из каких компонентов? Я точно знаю, что у каждого садовода-огородника есть свои заветные, проверенные временем рецепты по составлению своей почвы смеси. Но обычно берут так. Одну часть садовой земли, две части берут листовой земли, одну часть компоста и одну часть песка. Все это перемешивают. И вот в эту смесь могут добавлять золу. Все зависит от того, какое растение будет планироваться высаживать в этот грунт. Вот такую почву смесь перемешивают, и она готова к посадке. Так, теперь про покупной грунт. Покупной грунт. Хорошее дело, очень хорошее дело. Мы привыкли к тому, что уже смесь все составили. Почва смесь готова, и нам ничего не нужно сделать. Открыли мешочек и посадили. Но, друзья мои, даже если вы каждый год берете у этого производителя землю, и она вас все года устраивала, тем не менее, я предлагаю вам все-таки сделать анализ. Очень много, и в прошлом году, и в этом году вы мне писали, Ну, не растут растения. Вот посадили, а они стоят на месте. Почему? В чем причина, Лариса? Все сделали по вашей инструкции. Ну, не растут. Вот, друзья мои, как раз вот в этом-то и таится корень. Ну, тут, конечно, еще много сопутствующих факторов. Но основное, конечно, это земля. То, что мы посадили семья. Вот, даже проверенные производители, даже разные партии могут отличаться по составу. Поэтому, когда вы купили грунт, посмотрите на него внимательно. Вот вы его открыли, посмотрите. Из мешка ничего не должно ни лететь, ни выползать. Следующий осмотр. Вот я специально, целенаправленно сюда прорастила семена и показала вам. Не должно быть вот таких вот никаких проросших частей. Это у меня крест-салат. Он у меня пророс даже в мешке. Я его подсыпала в мешок специально показать вам. Смотрите, вот он пророс. Вот сырники могут выглядеть точно так же. Вот если вы это увидели, для вас это уже должно быть восклицательным знаком. Вот этого быть не должно. Дальше. Если обязательно сделайте визуальный осмотр. То есть посмотрите на землю, она не должна быть слишком легкой и слишком коричневой. Она должна быть иметь приятный цвет и быть легкой. Но даже если вот очень много таких рекомендаций, вот вы купили землю, посмотрели, сказали, ну она меня вот устраивает хорошая, легкая, я ничего в нее добавлять не буду. Но это не совсем верно, конечно. Я бы все-таки советовала вам. Потому что у каждого овоща, у каждого цветка есть какие-то особые свои потребности. Поэтому я все-таки вам советовала немного добавлять компонентов. Сейчас вот они у меня на столе выставлены, я про них более подробно расскажу. Так, второй момент. Визуально вы ее осмотрели. Теперь дальше. Кислотность почвы. Вот здесь очень часто такое бывает, что почва кислая. Повышенная реакция. В основном все цветы растут в почве, скажем так, цветы и овощи предпочитают слабо кислую почву. То есть значение pH где-то 6,5-7. 7,5 даже, допустимо. Вот в этом диапазоне овощи чувствуют и цветы себя чувствуют очень хорошо. Есть цветы, которые, конечно, предпочитают кисловатую почву. Но обязательно посмотрите в интернете, когда вот, особенно если вы какое-то новое растение высаживаете, посмотрите, какое предпочитает почва то-то или иное растение. Теперь про кислотность. Как определить кислотность? В домашних условиях, конечно, вот так визуально на глаз вы, конечно, никогда не определите кислотность почвы. Народных способов, конечно, много. И в интернете рекомендаций, как определить кислотность почвы, тоже очень много. Это можно и уксусом, это можно и содой. Если кислые почвы посыпали содой, только грунт предварительно разбавьте водичкой, посыпьте содой. Если зашипит, это явно кислые. Но, друзья мои, вот никогда вы точно до единицы измерения вот такими кустарными способами, конечно же, не определите, насколько у вас кислотность почвы. Как можно определить? Есть несколько вариантов. Первый вариант, конечно, наиболее точный, это измерить кислотность почвы с помощью прибора. Продают такие приборы в крупных городах и в садовых центрах, они всегда есть в наличии. Это первый способ. Второй способ. С помощью лакмусовой бумажки. Лакмусовая бумажка. Мне даже задавали вопрос, что такое лакмусовая бумажка? Вот она так и написана. Вот видите, PH здесь показано. Дальше открываем ее. Здесь полосочки. Очень удобно. Отрываете полосочку, шкала. Померили, шкала и идет расшифровка. Чем удобно? Просто в применении. Дешево стоит. Есть во всех садовых центрах. Если в садовых центрах нет, в интернет-магазинах точно это есть. Так. Пользоваться ей удобно. Очень удобно. И точность показания ее хорошая. Единственный момент. Как пользоваться? Ну, в интернете полно рекомендаций, как это сделать. Ну, самое простое. Вы грунт увлажняете водой. Потом вот так отжимаете вот эту водичку. Даете несколько часов постоять. Отжимаете грунт. Вот эта водичка, которая образовалась у вас, меряете. Но здесь важный момент. Вот смотрите. Это вот ошибка, которая у меня встречалась. Я уже несколько раз с ней сталкивалась. Когда люди, особенно живут в частном секторе, они берут воду из своих источников. Из колодцев или из колонок где-то. И они не знают уровень кислотности воды. Ну, вода, она и есть вода. Вот прежде чем водой заливать, померьте воду. Вот если вода у вас кислая, то тогда и реакция почвы будет кислая, естественно. Поэтому, если не получается у вас так, у вас кислая вода, пойдите в аптеку. Купите бутылку обычной чистой воды. На них всегда пишут, какой ПАЖ на воде. Особенно в аптеке, если это для детского питания. Залейте вот этой водой. Или же сделайте замер воды. Ну, это вот так вам. Просто дружеский совет. Потому что, был ли в моем жизненном пути, вот такие вот несколько случаев. Так, это по кислотности. С кислотностью разобрались. Важный момент. Как еще можно? Ну, нет у вас ни лакмусовой бумажки, нет у вас ни прибора. И вы вообще, честно говоря, затрудняетесь. Тогда можно посадить растения-индикаторы. Есть такие растения, которые очень четко показывают кислотность почвы. Ну, скажем так, они не совсем покажут, что кислотность почвы, а что что-то с почвой не так. Вот именно огурцы хорошо показывают вот этот вот дефект почвы. Если почвы, например, слишком много азат, то они будут вытягиваться. Под семенной колен вот это будет сильно-сильно удлиняться. Листики могут быть кривые. Вот если кислотность высокая, листики будут кривые. Растение будет такой, знаете, совершенно недоразвитой. Корневой системы можно сказать, что вообще не будет. То есть растение вот так можно взять и его вот вытащить из горшочка. Там вот будет минимум корней. Это говорит о том, что растению там некомфортно, кислая почва. Поэтому вот если нет ничего, тогда вот такой простой способ. Особенно и проверите схожесть семян заодно. Особенно если у вас свои их много. Так, ну это по кислотности. Если вы заметили, что почва у вас кислая, чем теперь раскислить почву? Ну, конечно, традиционной. Самое первое это у нас доломитовая мука. На обратной стороне пакета там четко, ясно прописано, сколько выносить доломитовой муки на один квадратный метр или же там на какой-то объем почвы. Строго по инструкции. Если нет у вас доломитовой муки, тогда мел. Мел можно использовать любой. Даже кормовой мел. Идете в зоомагазин или же идете в магазин, где все для животных, там всегда есть этот кормовой мел. Стоит он дешево. 40 копеек, 40 рублей, большая пачка. Стакан на ведро смеси. Этого достаточно, чтобы хорошо раскислить. Ну и третий вариант традиционный наш, конечно, зола. Только золу используйте просеянную. Лучше, конечно, используйте. Угольки не годятся, это именно зола нужно. Все, это по раскислителям. Следующий важный этап. Посмотрите грунт. Если у вас грунт слишком тяжелый, я рекомендую вам его обязательно добавить в них разрыхлителей. Дело в том, что тяжелый грунт недопустим для рассады. Не должна быть почва-смесь быть слишком тяжелой. Почему? Дело в том, что вот такая тяжелая почва-смесь, она слеживается, плохо пропускает воздух корням. Не дает влаге испаряться. А раз влага не будет активно испаряться, будет застой воды для молодого растения. Повышенная влажность, мы же все это держим в тепличке. Повышенная влажность, и особенно у корней, это путь к крепковым заболеваниям. Поэтому слишком тяжелый грунт обязательно нужно разбавить. Чем разбавить? Разрыхлители. Разрыхлителей много. Вермикулит, перлит. Все они годятся. Это все природные вещества, которые хорошо разбавляют почву-смесь, делают ее влагой-воздухопроницаемой, делают ее легкой-воздушной, причем на себя забирают влагу, и потом растению планово вот эту влагу отдают. Тем самым они выполняют двойную функцию. Разрыхляют и еще держат, сберегают влагу. И если вот период такой, когда получается небольшая пересушка, вот как раз они спасут положение. Перлит и вермикулит. Продажи, особенно вот я не знаю, в других городах есть, нет. Агра. Вот я вам сейчас его покажу. Агровермикулит. Вот в моем городе он есть. Друзья мои, кто пендинские наши, мои земляки, обратите на него внимание. Мне он очень понравился. Я его в прошлом году использовала. Хорошо себя ведет. Особенно в почвовой смеси. И самое главное, посмотрите, какой он мелкий. Мелкий, легкий. Впитывает влагу, разрыхляет чудесно. Немножко еще даже понижает кислотность. Что для растений вот очень даже хорошо. Поэтому вот тоже натуральные продукты. Ну, мне понравилось. Кто вот еще не использовал его, обратите на него внимание. Дальше. Что еще? Ну, традиционный наш песок. Песок тоже годится для разрыхления. Песок, прежде чем использовать, обязательно его проколите. Прямо-таки в старую кастрюлю положите и поставьте на плиту. Пусть проколится. Можно в микроволновке, мне писали. Можно в микроволновке? Можно. Кстати, вот еще возвращаясь к перлиту и вермикулиту, и агровермикулиту. Вот этими всеми веществами мы можем присыпать растения, даже когда мы их посеяли. То есть вы посеяли семена, можно сверху не почву смесью накрывать семена, а вот этими или вермикулитом, перлитом, или агровермикулитом. Все. Это по разрыхлителям. По песку. Песок хорошо очень смешивать с золой и присыпать сверху. Это тоже прекрасный вариант от черной ножки. Так. Но с черной ножкой мы, конечно, еще отдельный ролик сделаем. Расскажу, как с ней бороться. Следующий вариант. Когда вы берете в руку землю и видите, что она у вас слишком легкая, пушистая. Это говорит о том, что здесь большое количество торфа. Поэтому, особенно если она еще рыжей выглядит, такая земля тоже не годится нам для выращивания рассады. Поэтому я предлагаю ее вам, ее обогатить. Обязательно сюда добавить землю. Какую землю? Может быть, со своего огорода, а может быть, земля, которая покупная. Вот мне у ламы торф понравилась земля, которая называется, прям таки называются, садовая земля. Вот ее можно добавить в почву смесь. Чем еще можно обогатеть? Биогумус. Биогумус знак равно компосту. Ценнейший питательный продукт. Только, пожалуйста, много не добавляйте. Слишком много тоже не нужно. Дальше. Сапропель. Донные отложения пресноводных вод, которые в себе содержат все остатки. И растительные, и животные. И пролежало без доступа воздуха много-много лет. Оно и выглядит, посмотрите, какое страшное. Серый. Ну, прям действительно ил. Сразу скажу, ил из речки, это не тот. И из речки тоже, вот, скажем, вот этот вот, то, что на дне, это не то. Друзья мои, это совсем другое. Сейчас в продаже есть вот такой гранулированный сапропель. И есть вот в таком вот виде. У меня просто сейчас его нет. Он тоже вот такой вот, как земля. Сажать вот сапропель, в чистый сапропель, ни в коем случае нельзя. Потому что здесь это очень высококонцентрированное, можно сказать, даже удобрение. Растения сгорят сразу. Поэтому дозировано почву вносим. Вот гранулированный его нужно вообще разбавить водой, настоять, в лейку добавлять и проливать. В виде земли вот такой вот цепучек, который тоже при посадке добавляется или добавляется для обогащения почвосмесь. Тоже все дозировано. Следующий продукт, которым мы можем обогатить почвосмесь, это кокосовый субстрат. Под разным названием есть. Вот есть вот так вот написано орехнин. Есть прям таки пишут кокосовый субстрат. Все они это отдельно тот же продукт. Причем вот что удобно, вот эта пачка превращается в 9 литров грунта. Вот замочили ее водой. Здесь прям вот все расписано, как это сделать. Просто и хорошо. Грунт прям таки увеличивается в размере. Очень хорошо его использовать, особенно когда мы сажаем семена и сверху присыпать. И на начальном стадии, и когда уже, особенно вот томаты или там перцы, когда вот они, у них очень часто бывает черная ножка, вот присыпаем кокосовым субстратом, никакой черной ножки не будет. Его можно использовать как самостоятельный грунт. Писали мне, можно ли выращивать как в самостоятельном грунте. Можно. Но помните о том, что вот в кокосовом субстрате основная это его задача. Разрыхлитель, в себя набрать влагу и сделать почвесмесь воздушной и влагопроницаемой. В нем много калия и кальция, нет совсем азота. Азот растениям, особенно молодым, нужен. И фосфора там тоже нет. Поэтому все-таки это грунт, вот если только из одного из него сделан, он годится только на момент сходов. То есть вот зашло растение, развернул настоящий листик и все, достаем из него. Извлекать из него одно удовольствие. Корневая система вообще почти не травмируется. Легко и просто. Драсс, достали, пересадили уже более питательную почву смесь. При составлении почвесмеси для рассады очень хорошо его использовать, как я уже сказала, как в виде добавки. Разрыхляющей. И обогащающей. Кальцием и калием. Следующее вещество – это мух сфагмум. Его тоже часто используют и в домашнем цветоводстве, и в рассадных смесях. Но помните, что мух сфагмум это мощный, обладает мощными асептическими действиями. То есть все патогенные микробы при наличии муха сфагмумом, у них шансов на выживание сокращается в тысячу раз. Единственное, что минус этого мха, единственное, то, что он обладает кислой реакцией. И при составлении почвы смеси он повышает кислотность. Вот это надо учесть. Если мы сажаем томаты, туда еще можно добавить. Они любят слабокислую почву. Если, конечно, это другие овощи, то помните о том, что все-таки они предпочитают больше нейтральную почву или слегка-слегка слабокислую. Поэтому мух сфагмумом добавляем к тем растениям, которые любят покислее. Но в домашнем цветоводстве это незаменимое вещество. Следующий наполнитель, который может участвовать в составлении почвы смеси, это гидрогель. Про него тоже вопрос задавали, можно ли его использовать при составлении почвы смеси. При составлении почвы смеси гидрогель мы использовать можем. Но высаживать растения только в гидрогель, я делала такой эксперимент, получается ерунда полная. Всходят они хорошо, но питания им там дальше не хватает и растения просто умирают. Поэтому если вот именно для всхожести, вы можете попробовать поэкспериментировать. Семена всходят отлично. Гидрогель чем хорош? Забирает в себя большое количество влаги и потом постепенно растение отдает. А тем более мы его подмешиваем к корням, то есть почву смесь. То есть корни будут получать влагу. Соответственно поливы мы можем, конечно же, и уменьшить. Количество поливов. Гидрогель бывает разный, цветной вот такой и белый. Для нашего садоводства цветной не годится, только белый. При заливе его водой он увеличивается в размерах в несколько раз. Гранулы разбухают и становятся такие красивые. Пожалуйста, их тоже можно использовать. Дальше. Но еще для обогащения, конечно, традиционную нашу золу, ее прекрасно добавлять, особенно для выращивания любых культур. Те, которые, как я уже сказала, находятся в диапазоне нейтральных почв. Так, теперь еще вот важный момент. Друзья мои, все-таки я еще раз хочу сказать, что для выращивания рассады на начальных этапах не надо, вот для посева семян, когда мы начинаем почву смесь составлять, для посева семян, не надо составлять сытую, богатую смесь. Смесь должна быть минимального содержания количества питательных веществ. Дело в том, что растению на начальных этапах фактически, можно сказать, вот то, что есть уже в почве смеси, если она хорошая, вот вы увидели, что она почва смесь хорошая, все там есть, и наполнители все, разрыхлители есть, и земля не тяжелая, не легкая, и не тяжелая, а нормальное состояние вот этого на начальном этапе схода и до двух настоящих листиков растению хватит. Почву смесь, богатую по составу, мы будем уже составлять во время пикировки, то есть все растения или же перевалки, вот как перцы с томатом, с баклажанами мы переваливаем, вот богатую почву смесь мы будем добавлять им именно после или перевалки, или после пикировки. На ранних стадиях этого делать не нужно, это только идет во вред молодым растишкам. Так, теперь еще вот момент очень важный. Будь то покупная почва смесь, ну про свою я уже сказала, как вы ее можете обработать, то есть путем замораживания, размораживания, будь то покупная почва смесь, она все равно должна быть обработанной. Как и чем обработать? Купили мешок с почву смесью, поставьте его на мороз, на недельку, пусть постоит на балконе. Вот даже минимальный, как я уже сказала, вот этого мороза, который сейчас есть в средней полосе, в принципе достаточно для того, чтобы хотя бы что-то, если там попали семена сорных трав, пусть они у вас в магазине, они в тепле полежали, наверняка если взошли, то вот вытащили на балкон, они погибнут. После того, как вы уже начинаете подготавливать смесь к посадке, буквально я бы советовала вам за несколько дней, не надо так, что вот завтра сажать, а сегодня мы будем обрабатывать почву, сделайте это заранее. Чем можно обработать? Способов здесь миллион. Каждый садовод-огородник для себя сам решает. Мне писали, мы в микроволновке прокаливаем, и в пароварке прокаливаем, и в духовке прокаливаем. Ну, если вы считаете, что такой способ хорош, пожалуйста, я не против. Ну, я считаю, что вот все-таки прокаливание убивает все, и полезное микрофлоро. Конечно, патогенку убивает, но и хорошую тоже. Вам потом придется ее туда засеивать, поэтому, может быть, не стоит вот так уж радикально подходить. Давайте мы лучше уже, скажем так, из 17 века придем в 20, 21 век. Чем пролить? Препаратов сейчас много, и они в хорошем доступе, то есть все это можно купить в интернет-магазине, без проблем, во всех интернет-магазинах, в садовых центрах, это все есть в продаже. Итак, первый, конечно, самый универсальный, то, что есть у всех, и все могут купить, прийти даже в садовый центр, это фитоспорин. Фитоспорин разводим по инструкции, он есть вот в таком вот, скажем, в порошковом образном состоянии, в геле, но он разный. Сущность одна и та же. Проливаем землю, по инструкции разводим, но я вам могу сказать, сделайте покрепче. Все-таки биопрепараты, их можно чуть-чуть передозировать. Проливаем почву смесь, даем ей постоять, пусть они поработают, все за нас, вот эти все вещества, которые находятся в фитоспорине. Дальше, чем еще можно пролить? Алирин с гаммаиром, прекрасная смесь, на 10 литров разводим, по инструкции, по одной таблетке, одного и другого, на 10 литров воды. Но опять я вам хочу сказать, сделайте покрепче. Я делаю всегда покрепче. Да простит меня производитель, сейчас они на меня поругаются. Сделайте чуть-чуть покрепче. Все-таки это биопрепараты, которые вреда нам не приносят. И почву смесь пролейте. И пусть она тоже постоит. Где-то в тепле, ну поставьте ее в домашних условиях, ну где-то вот в коридоре, пусть она немножко постоит. Чем еще можно? Трихоцином. Трихоцин тоже разводим по инструкции. Опять-таки сделайте чуть покрепче, и тоже пролить всю почву смесь. Работают они очень хорошо. Проверены уже, ну не один посадочный сезон. Ну и традиционно, конечно, еще можно и марганцовку использовать. Но она тоже годится для пролива почвы, подготовки почвы к рассадному периоду. На этом у меня сегодня все. Следующий у нас ролик, который будет посвящен рассадному периоду, будет посвящен именно семенам. Я расскажу, как их отобрать, как их проверить на всхожесть, как их откалибровать. В общем, все-все тонкости по семенам, чем обработать, как обработать, какими препаратами, постараюсь сделать на следующей неделе. Все, я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Садовый Гид. Садовый Гид.